Мы можем считать себя проснувшимися только после того, как разбудили тело, его мышечную систему. Начинать нужно с активации кистей, потому что кожа человека, особенно кисти, рук и пальцы, это самый большой чувствительный орган человека, связанный со всеми внутренними органами. Мы соединяем большой палец мозг с мизинцем, стихией земли, устойчивость, и осознаем свое физическое тело. Соединяем большой палец безымянным, стихией воды, почки, водный баланс организма, и активируем выведение лишней жидкости и водорастворимых отходов. Средний палец принадлежит стихии огня. Мы будем наш пищеварительный тракт для начала его работы и активируем метаболические процессы во всем теле. Указательный палец подчинен танматре ветра, регулирует и координирует все психоэмоциональные, интеллектуальные и физические процессы в нашем теле. А теперь смыкаем все пальцы вместе, перераспределяя энергию кровоток между всеми системами органов. После этого раскрываем ладонь и прорабатываем все пальцы по отдельности. Так мы укрепляем пальцы, руки, кисти, а также усиливаем циркуляцию жизненной энергии пранов в каждом органе. Мудра, в которой мы складываем пальцы, называется «Мудра, спасающая жизнь». Она активирует и поддерживает работу сердца и лед. Специальными мармомассажами мы наполняем наши кисти и ладони жизненной энергией. Это помогает привести в активность в Янаваю, которая отвечает за транспортировку жизненной энергии по всем системам и органам нашего организма. Согретые и наполненные опраной ладони прикладываем к центру груди, в область сердца Хридая. Меняя ладони, мы уравновешиваем лунный канал Ида и солнечный канал Пингала, проходящие через сердце Хридая. Через сердечный центр Хридая жизненная энергия распределяется равномерно по всему телу и всеми системами. Утром наибольшего внимания требует сердечно-легочная система, так как именно она обеспечивает органы кислородом и питательными веществами. Для последующего выполнения полно-йоговского дыхания лежа, необходимо расслабить и прочувствовать все диафрагмы, начиная с тазовой и подвздошной области, плавно переходя в брюшную, абдоминальную, грудную и заканчивая ключичной. Прикладываем ладони к низу живота. Пальцы упираются в ловковую кость. Выполняем нижнее дыхание, при этом выдувая низ живота вверх, после чего делаем мягкий массаж и через ладони пальцы убеждаемся, что низ живота расслаблен и мягок. Перемещаем руки на подвздошную область, ниже пупа на два пальца. Выполняем вдох. Дыхательное движение вверх. С выдохом делаем мягкий массаж этой области. Следующая зона внимания брюшная. Располагаем указательность средней и безымянной пальца вокруг пуповины. Мизинец упирается к крылья таза, большой палец фиксирует ребра. Выполняем вдох и выталкиваем брюшную область вверх. С выдохом выполняем массажное движение вокруг области пуповины. Переводим ладони и пальцы на низ ребер. Абдоминальная область, нижняя доля легких. Выполняем дыхательное движение. Вдох делаем через мягкое сопротивление ладоней. А с выдохом мягко вдавливаем в ребра брюшную область. На паузе между вдохом и выдохом подтягиваем диафрагму вверх. И делаем пальцами мягкий массаж под ребрами. Делая эту зону мягкой и расслабленной. Перемещаем ладони на центр груди, в область сердца. Стараемся делать вдох с акцентом вверх. С выдохом ладони мягко надавливают на центр груди. Как бы помогаем выдохнуть. Сделав несколько таких дыхательных движений, выполняем массаж ребрами ладоней области центра груди и под грудью. Массажным движением стараемся не затрагивать молочные железы. Касаемся пальцами основанием ключиц. Делаем вдох, при этом помогая руками круговыми движениями. Как бы делаем глубокий довдох. С выдохом прижимаем руки к телу. Подготовив фундамент, мы приступаем к полному йоговскому дыханию. С помощью рук мы контролируем и помогаем нашим мышцам правильно работать. У обычного городского малоподвижного человека плохо вентилируются верхние и нижние доли легких. С помощью простых движений и концентрации внимания мы включаем в активную работу с помощью ключиц верхние доли, а мышцы живота и главная диафрагма увеличивают объем вентиляции нижних долей легких. После того, как вы освоили два предыдущих подготовительных упражнения к полному йоговскому дыханию, пробуем дышать без помощи рук. Это упражнение называется полное йоговское дыхание лежа в режиме самомассажа. Следующее упражнение называется вегетативная гимнастика. Крепко сжимаем кулаки и со вдохом делаем прогиб вверх, подтягивая стопы на себя. С выдохом расслабляемся и ложимся. Делаем до выдох, кисти на себя, стопы вытягиваем вперед, мышцы живота напряжены. Со вдохом переходим на следующий цикл упражнений. После выполнения вегетативной гимнастики, переходим в область шеи и основание черепа. Прикладываем ладони по бокам головы возле ушей. Поочередно выполняем напряжение без движения. Со вдохом надавливаем ладонями на голову, шея сопротивляется. С выдохом снимаем напряжение и переходим со вдохом на другую сторону головы. И так выполняем несколько раз. Прикладываем ладони в область лба. Со вдохом пытаемся поднять голову, но руки сопротивляются. Напряжение без движения. С выдохом расслабляемся. Следующим движением будет нажатие затылочной части головы на пол со вдохом. Выполняем движение головы вверх, лоб и низ затылочная часть несколько раз. Прикладываем ладони к нижней челюсти и со вдохом надавливаем. Алгоритм выполнения такой же, как и в предыдущих движениях. Переносим ладони на макушку и надавливаем через сопротивление. Повторяем несколько раз. Складываем пальцы вместе. Располагаем их у основания черепа. Переносим вес головы на пальцы и начинаем мягкий массаж основания черепа, плавно переходя к саксковидному отростку возле ушей. Субтитры создавал DimaTorzok Подтянув ноги, выравниваем поясницу, так, чтобы лопатки и поясница полностью прикасались к полу. Захватываем руками голову сверху. Переносим вес головы с шеи на руки. Покачивая головой вверх, выдох и вниз вдох, снимаем напряжение с глубоких мышц шеи. Следующему массажному движению нужно обучаться у опытного инструктора. Самостоятельное обучение может привести к нежелательным последствиям. Выполнив комплекс, аккуратно поднимаемся, без резких движений, плавно. Продолжение следует... Продолжение следует...